Всем привет! Вы на волнах Радиолифа, и я продолжаю писать бортовой журнал Nissan Leaf 2013 года, выпуском в комплектации SEL. И сегодня мы сравним два электромобиля Nissan Leaf и Kia Soul. Считаю такое сравнение корректным и уместным, эти автомобили близки и пересекаются по цене. Также по техническим характеристикам они тоже очень близки. СОЛ чуть меньше, как по внешним габаритам, в том числе по базе. Вот смотрите сравнительные данные на экране. Длина, ширина, высота, база. Так и по внутренним размерам СОЛ меньше, и особенно это чувствуется на заднем диване. Но при этом удивляет багажник. При всем своем кажущемся визуально небольшом объеме, по характеристикам он оказывается достаточно большим и удобным. Во-первых, он прямоугольный, правильной формы. Во-вторых, имеет подполье, и это очень удобно для мелких вещей, кабелей и прочего. Всего того, что обычно занимает место в багажнике. Влив такого подполья не хватает. Вот в моем багажнике органайзер, разные другие вещи, которые в пути могут перекатываться от борта к борту. К слову, влив некоторые сами делают дополнительную нишу под полом. Конструкция кузова это позволяет. Странно, что с завода так не сделали. Далее, в сиденья складываются и улив, и у СОЛ. Складываются они пропорционально. Но из-за своей кубической формы объем со сложенными сиденьями будет больше у СОЛ. К слову, данные по объему багажника СОЛ на разных ресурсах разнятся. Вот две основные версии. 280 и 891, либо 340 и 1511 литров. И если считать объем с подпольем, то вполне похоже, что правильнее будет вторая версия. Влив в багажник большой. 330 и 850 литров со сложенными сиденьями. Но он не очень удобный. Пол при сложенных сидении у СОЛ будет почти ровно с небольшим подъемом. Влив же багажник неправильной формы. Сложенные сидения образуют ступеньку. Большие выступы по колесным аркам. В некоторых моделях, как у меня, еще и сабвуфер занимает место. Далее. СОЛ кажется меньше. И по характеристикам, как я сказал выше, он действительно меньше. Хоть и незначительно. Но в дизайне СОЛ прячется размер. Вот они стоят рядом. И в каком-то ракурсе лифт не кажется таким уж и большим относительно СОЛ. А СОЛ наоборот. В каком-то ракурсе кажется большим автомобилем. Особенно спереди. А вот задняя стенка и сама по себе некрасивая и выдает действительно размер автомобиля. Сзади он маленький. Это видно и очень бросается в глаза. Ну и как ни крути, внутри СОЛ места меньше значительно. Если для водителя и переднего пассажира все относительно неплохо и комфортно. И наверное будет очень комфортно как для рослых, так и для крупных людей. Сзади все не так радужно. База СОЛ меньше, чем у лифт на 13 сантиметров. И как результат, на заднем диване это будут чувствовать даже дети. Особенно если за рулем тот самый рослый водитель. Кроме того, пол в электрическом СОЛ на 8 сантиметров выше, чем у СОЛ с ДВС. И как итог, ноги задних пассажиров не получится разместить под передними сидениями. Но для кого задний ряд и объем багажника не имеет важного значения, СОЛ продолжает быть интересным. Поэтому перемещаемся за руль и продолжим. Мне сложно сказать, где как водителю комфортнее и удобнее. В лифт или в СОЛ. Оба автомобиля хороши. В СОЛ сидишь чуть выше и обзор кажется лучше. Посадка вроде как более удобная. СОЛ как бы претендует на что-то вроде кроссовера. Но большой капот, высокая оконная линия. За рулем хорошо, удобно, но не идеально. В лифт в этом плане претензий меньше. Лифт не претендует на кроссоверную категорию. Но что интересно, клиренс у лифт 160 мм, а у СОЛ 151. Хотя вот визуально кажется, что наоборот. Кузов СОЛ чуть выше над дорогой. Но продолжим. Сидишь в лифт чуть ниже, но обзорность идеальная. Может быть только американские зеркала немного добавляют дискомфорт. В европейских лифт, при том же размере зеркал, за счет более сферической линзы, обзор в зеркала заднего вида лучше. Это единственная претензия к лифт, в остальном все почти эталонно. Дизайн. Здесь тоже непросто сделать однозначный вывод. Оба автомобиля вызывают у людей два полярных чувства. Или любовь, или ненависть. Редко можно встретить человека, кто бы нейтрально относился к этим автомобилям. Мне в какое-то время нравился СОЛ и его ботинообразная форма кузова, которой за счет скошенной крыши корейским дизайнерам удалось даже прописать динамику, застывшую в металле. В СОЛ мне не нравится только задняя часть, именно задняя стенка. Форма фонарей как-то особенно не вписывается в общий образ. Но в целом, в СОЛ лично для меня ничего отторгающего нет. В двухцветном кузове купил бы и ездил. Также в СОЛ нравится внутри. Обилие цветов и несочетаемых форм сначала настораживает, но буквально с первых минут ты перестаешь на все это обращать внимание. Пользоваться удобно, ничто особенно на панели не оттягивает внимание на себя или не прячется от взгляда водителя. Все под рукой, все понятно, хорошо организовано и продумано. Я бы только отказался от этого рычага выбора режима в движении. Искренне не понимаю, зачем он здесь. Шайба, как в лифе или кнопки, как в Илоне, прекрасно бы вписались в интерьер. И пользоваться ими можно вслепую и даже удобнее, чем я извиняюсь этой кочергой. За экстерьер даже с невыразительной задней стенкой я поставлю в СОЛ 10 из 10, а за интерьер поставлю 9. Один балл сниму за рычаг, за вертикальную педаль газа. Подвешенная педаль мне нравится больше и визуально, и работать с ней удобнее. Перейдем к лиф. В целом дизайн интересный, но кому-то такой дизайн покажется странным. Но даже у этого кузова есть фанаты. Также есть и большая армия ненавистников в такой, так сказать, джабообразной форме. Хотя я больше вижу в лиф кроссовок или даже жука. Не знаю, какая задача стояла перед дизайнерами. Наверное, дизайнеры пытались вписаться в какие-то параметры по аэродинамике. Это важно для электромобиля, поэтому он такой шарообразный. Кроме того, наверное, хотели подчеркнуть какой-то экологический посыл. Здесь также есть какие-то футуристические нотки. Но при этом наверняка еще была задача сделать узнаваемый образ в стиле Nissan. Чтобы даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, к какой марке относится автомобиль. Много в этом лиф перекликается с другими моделями Nissan. По оптике, так и по кузовным элементам. В общем, сложно сказать, какие были задачи в целом. Что было в приоритете. Но получилось так, как получилось. Мне лично не особенно нравится этот кузов. Нравится только задняя часть и только в три четверти. Так, чтобы была видна эта вздутая над задним колесом арка. В остальном все очень необычно. Как вспухшее лицо, подплывшие глаза. Как-то все неестественно сильно надуто. За дизайн лиф я больше 5 из 10 баллов не поставлю. Отторжения нет, но и восторга тоже никогда не было. Ни первый раз, когда я его увидел, ни потом, когда я привык к нему. Его дизайн не вызывает никаких чувств. Вот внутри все гораздо проще. Тоже все надуто, все округлое. В чем-то даже читается футуризм. Но все гармонично, уместно и сдержанно. Пользоваться удобно. Ничто не отвлекает. Ничто не прячется. Очень комфортно и приятно взаимодействовать с автомобилем. Вот здесь 10 из 10 за интерьер для лиф. К слову напомню, что в данном сравнении у нас мой Nissan Leaf, о котором вы уже много знаете. И Soul 2015 года выпуска с батареей 27 кВт-час. Автомобиль для теста любезно предоставил Николай. За что ему огромное спасибо от всех электролюбителей планеты Земля. Обзор на этот Kia Soul я делал осенью. Ссылка вверху. Также, если вам интересно, где и за сколько я купил Nissan Leaf, следите за текстом на экране. Ставьте на паузу и изучайте. Кроме того, смотрите предыдущие видео. Ссылка вверху. А если тема электротранспорта вам интересна, тогда прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пишите в комментариях, как вы относитесь к электромобилям или задавайте свой вопрос. Сообщество электролюбителей обязательно ответит на него. Продолжим. Сравним автомобили в движении. Сравним их ходовые характеристики. Первое, что я хочу сказать, это то, что сегодня, я думаю, стоит рассматривать автомобили с батареями 30 кВт-час. Потому что лифы с живыми батареями 24 кВт-час попадаются все реже. А первые Sol с батареями 27 кВт-час были не очень удачные. Именно из-за батареи. Их элементы вздувались и батареи выходили из строя. Я вот, к слову, сейчас смотрю машины в Прибалтике. Там рынок больше, чем у нас. Цены доступнее и в плане доставки очень удобно. Стоит отметить, что первые Leaf и первые Sol стоят там примерно одинаково. 12-13 тысяч евро. Мы же смотрим модели с тридцатками. В Sol с батареями 30 кВт-час проблем с батареей отмечено не было. И это радует. Leaf и Sol с батареями 30 кВт-час тоже очень близки по цене. Данные модели с примерно одинаковым пробегом, в примерно похожем состоянии, стоят в районе 15 тысяч евро. Ладно, прокатимся и сравним ходовые качества автомобиля. Мотор в Sol 90 кВт. Крутящий момент 285 ньютон-метров. Батарея 30 кВт-час. Запас хода 250 км на одном заряде. В Leaf мотор 80 кВт. Крутящий момент 280 ньютон-метров. Батарея 30 кВт-час. Запас хода 172 км. Удивительно, но при одинаковой емкости батареи, почти при одинаковой мощности моторов, почти с одинаковым весом, но с очень разной аэродинамикой. У Sol коэффициент аэродинамического сопротивления много хуже 0,35. У Leaf 0,28. Но это не мешает Sol выигрывать у Leaf по запасу хода очень много. Производитель обещает на одном заряде 250 км для Sol и 172 км для Leaf. По некоторым данным, для Leaf обещают 190 км, но все равно и во втором случае Leaf много не дотягивает до Sol. Причем Leaf никогда не славился точным прогнозометром. С утра он наобещает, наобещает, но к сожалению в течение дня не проезжает того, что обещал. В Sol ситуация другая. Изначально прогноз и его более сдержаны, но в течение дня он проезжает все то, что обещал. И может проехать еще даже больше, если понадобится и водитель заблаговременно перейдет в режим экономии. Стоит отметить, что Kia и Hyundai очень настроены на эффективный расход энергии. Для экономии на отоплении стоит тепловой насос. Также можно переключиться в режим отопления только водительской зоны. И тем самым экономить энергию, не охлаждая или не нагревая весь салон. Это безусловно огромный плюс для Sol. Для любого электромобиля расход энергии очень важный показатель. По управляемости и ходовым качествам к Leaf у меня никаких претензий. Динамика, любые маневры, торможение в разных режимах на разном покрытии, обзор великолепный. Даже широкая стойка не смущает. В общем за драйв и эргономику и в целом взаимодействие с машиной у Leaf крепкая десятка. Да, он шумноват, на тесной парковке немного неповоротлив, но почти идеальный для своей габаритовой веса. Очень приятного управления автомобиль. Про Sol я такого не скажу. В том своем предыдущем обзоре я говорил, что Sol наверное самый пресный из электромобилей, на которых я ездил. Мне не понравился руль и педали, которые показались чуть ватными и не такими острыми, как я ожидал их ощутить. Потом мне в комментариях кстати написали, что они настраиваются, можно менять степень отклика. Но даже если их можно настроить под свой стиль, в целом посадка за рулем могла бы быть получше. Высокий пол под ногами не совсем нравится, вертикальная педаль газа не нравится, рычаг торчащий центральной консоли. Высокая оконная линия, обзор из автомобиля. И при всем том, что обзор хороший, но к сожалению не идеальный. Все вышеперечисленное мне допустим за рулем Sol изначально не позволило сразу слиться с автомобилем в единое целое. Приходилось привыкать и подстраиваться. Радует конечно то, что все это привыкание проходит быстро и дальше на все эти мелочи внимания не обращаешь. Но тем не менее, влив во многих других электромобилях этого нет. Вот кстати в Chevrolet Bolt что-то вспомнилось, тоже похожая ситуация. Там непривычно сначала себя чувствуешь, нужно время. Это то, что касается непосредственно движения. Если говорить про салон, про взаимодействие с автомобилем, то обилие ярких красок в Sol и разных несочетаемых друг с другом форм сначала немного сбивает с толку. Не только сначала, потому что стоит устроиться за рулем и ты понимаешь, что все в меру и все гармонично. И несочетаемое оказывается сочетается, и все круги и полукруги, квадраты и параллепипеды, треугольники перетекают друг в друга и в целом смотрится отлично. Никакой из элементов, как я говорил выше, не оттягивает на себя внимание. В целом, очень неплохая организация салона и непосредственно органов управления. Критиковать Sol сложно, если к дизайну и световой гамме вопросы есть, то к эргономике претензий минимальное количество. За рулем очень много места. Дверные карты обращаем внимание в плоские и не крадут полезное пространство внутри. Все кнопочки, все кручевочки, все под рукой. Конкретно этот Sol в очень хорошей комплектации. Здесь сиденье не только подогревается, но и вентилируется. В машине есть все то, что нужно предвзятому автолюбителю и даже больше. В меню можно час, наверное, щелкать режимами и не пройти, наверное, и половину из меню. Настроек бесконечное количество. Навигатор, медиа, статистика, все это есть и идеально проработано. Все поделено по категориям, помещено в нужные папочки. Есть любая информация, которая может понадобиться в пути или в перерыве между поездками. В интерфейсе много языков, в том числе русский. Также можно подключить внешние устройства, как через порты и картридеры, так и по беспроводным протоколам Android Auto или Apple CarPlay. Экран для пиктограмм, иконок, выше всяких похвал. Хорошо читается, на солнце не слепит в тени. Понятно, что есть камеры заднего вида и прочие допы. Очень хороший медиа-плеер, он реально создает эффект присутствия, как в кинотеатрах с хорошей акустикой. И да, звук тоже можно делить по зонам в салоне. По музыке, по интерфейсу, по количеству функций, статистики, однозначно Sol намного впереди Leaf. И думаю, это будет одинаково верно для любых комплектаций Sol и первых Leaf. Leaf в любых комплектациях будут проще, функций будет меньше, оснащение скромнее. Sol очень-очень хорошо оснащен уже даже в базе. Ну и подытоживая, если для кого-то не важен задний ряд сидений, небольшой багажник не смущает ботинообразный дизайн, то исходя из рациональности и эффективности, Sol выглядит более предпочтительнее Leaf по всем параметрам. Во-первых, батареи 30 кВт-час, уже модернизированы с учетом проблем предыдущих батарей на 27 кВт-час. Также, по некоторым данным, батареи Sol проектировались под большой ресурс, и деградировать они должны очень медленно, и пока вот уже по истечении 6 лет это подтверждается статистикой. Батареи Sol с высоким содержанием кобальта, а это значит, их температурный режим будет более стабильный. Здесь, к слову, важно сказать, что в Sol есть еще и охлаждение батареи. Да, оно воздушное, примитивное, но тем не менее, в Leaf нет и такого. Ну и, к сожалению, Leaf не может похвастаться медленной деградацией, и особенно это касается именно батарей 30 кВт-час. Они менее удачные, чем предыдущие на 24 кВт-час. Это большой минус для Leaf в данном сравнении. Sol по экстерьеру и интерьеру, наверное, многим не очень интересен. Яркий, обычно-необычный дизайн, как снаружи, так и внутри, и это, наверное, минус. Но плюс в том, что Sol это автомобиль, который построили вокруг водителя и для водителя. Спереди очень много места, спереди комфортно. Да, не идеально из-за высокого пола и короткой базы, но очень удобно. В автомобиле много разных функций и бесконечное количество настроек. Очень удобен в обслуживании. Менять нужно только салонный фильтр, а он меняется, как если бы вы что-то кладете или достаете из бардачка. Классно ведь, правда? Посмотрите, с этим справится любой автолюбитель, даже без автосервиса. В Leaf, к сожалению, замена фильтра подбластна не каждому даже сервисмену. Рвут, ломают, неправильно устанавливают. Далее, в Sol невероятная медиа-система, которая качает. Можно настроить локацию звука в любом месте, хоть вдоль, хоть поперек, хоть по диагонали. Также важно для многих электромобилистов, что в Sol более полная статистика. Ты можешь более точно планировать свой маршрут. Кроме того, интерфейс на русском, навигатор, все установлено, ничего не нужно закачивать или прошивать. Первый Leaf всем этим похвастать не может. Музыка как бы на высоте, но диапазон настроек устроить не каждого меломана. Про статистику, которую можно вывести на экран, говорить не приходится. Данных мало, и они скудные. Вот такое получилось сравнение. Sol будет очень интересен тем, кто регулярно удаляется от города на значительные расстояния. Тем, кто собирается долго эксплуатировать автомобиль. И тем, кто любит комфорт. К слову, шумоизоляция в автомобиле, которого был на обзоре, удивила. И в движении, и звук закрывания дверей впечатляют. Да, в движении Sol не очень удивил, но в целом машина оставляет хорошее положительное впечатление. Leaf очень просторный, удобный, надежный и ресурсный автомобиль, но отталкивает от себя на фоне Sol, быстрой деградацией своей батареи, небольшим запасом хода, на такой же тридцатке, как и в Sol. Также нагревом батареи от скорости и от быстрых зарядок. Далеко и часто удаляться от города на Leaf не будешь. Но и Leaf более консервативный. Поэтому за одинаковые деньги, при прочих равных, по состоянию, Sol смотрится очень интересно. Я вот не удивился бы, если бы я поехал в Прибалтику за электромобилем и вернулся бы оттуда на Sol. Очень неплохой электромобиль по соотношению качества, надежности, доступности сервиса, запаса хода и цены. Получается, я уже как бы выводы делаю. Но нет, как всегда, выводы вы делаете сами. Если бы я поехал в Прибалтику, я бы, скорее всего, смотрел на Hyundai Ioniq лично для себя. Не выбирал бы из этих двух автомобилей Leaf или Sol. Ну и, к слову, напишите в комментариях, если речь идет о этих двух автомобилях, Sol или Leaf, что бы вы выбрали для себя. Ну а я на этой ноте закончу. Все, подписывайтесь на канал, будет интересно. Также пишите комментарии. Обязательно пишите, как вы относитесь к электротранспорту. А если электротранспорт у вас уже есть, пишите свою статистику, сколько лет он у вас, сколько километров проехали. А также напишите, вернулись ли бы вы к бензиновым скутерам или автомобилям. Все, всем удачи и хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok